Шелом и Враха, община Хофицхэм. У нас с вами 22-й экспресс-урок иврита. Сегодня мы с вами выучим два слова, которые достаточно распространены в Израиле. И не только. Первое слово это улай. Улай. Наверное. Улай. Наверное. Второе слово это похоже на первое по своей рифме. Бевадай. Бевадай. Несомненно. Бевадай. А теперь давайте составим предложение со знакомыми нам словами. На последнем уроке мы прошли грамматическую конструкцию, когда мы на что-то показывали и говорили его принадлежность. Например, Зэрнакшэли. Это мой бумажник. Зэрнакшэлха. Помните, это твой бумажник. Зэрнакшэляну. Это наш бумажный кошелек. А теперь давайте спросим. Улай Зэрнакшэли. Может быть, это мой кошелек? И человеку отвечают. Кэн бевадай. Конечно, несомненно. Кэн бевадай. Можно просто сказать бевадай. Несомненно. Теперь подставляем в бытовые ситуации эти слова и выражения. Представьте, вы идете с другом, подругой к нему домой. И по описанию вы знаете квартиру. И вот вы к ней подходите и говорите. Наверное, это твоя квартира? Улай Зэрнакшэлха. Улай Зэрнакшэлха. Жэнскэрогдирра. Зэрнакшэлха. Кэн бевадай. Да, конечно. Кэн бевадай. Наверное, это твоя машина. Улай Зэрэхэв шэлха. Улай Зэрэхэв шэлха. Наверное, это твоя машина к мужчине обращения. Кэн бевадай. Конечно. Несомненно. Улай Зээс дэте уфа. Наверное, это аэропорт. Кэн бевадай. Исходя из прошлых эспресс-уроков, вы можете вставлять те слова, которые вы запомнили. А это, в свою очередь, грамматическое выражение улай плюс что-то. Оно, конечно же, очень разговорное. Мы всегда спрашиваем, наверное, это так. Наверное, это так. Наверное, я буду. Наверное, я пойду. Это мы еще будем проходить. Ну, а пока тренируйтесь, пожалуйста, в этих выражениях, потому что они достаточно легки и распространены. Давайте подумаем еще одно. Вы в аэропорту нашли чей-то паспорт в Израиле. Паспорт на очереди к стойке регистрации. Вы поднимаете паспорт и говорите впереди стоящему человеку. Улай зэ даркон шельха? Может быть, это твой паспорт? Он такой. Кэн бевадай? Да, конечно. Туда раба. Спасибо большое. Видите? Ситуаций множество. То есть нет смысла их перечислять. Но что надо сделать? Надо теперь стараться их в бытовых ситуациях применять хотя бы для себя самого. Подходите вы, например, к машине. Задайте себе вопрос. Улай зэ рэхэ в шели? Может быть, это моя машина? Звучит, конечно, достаточно неумно. Но для тренировки надо. Улай зэ рэхэ в шели? Кэн бевадай. Улай зэ тик шели? Может быть, это моя сумка? Кэн бевадай. Да, конечно. Что у нас еще с вами было? Улай зэ дирашели? Может быть, это моя квартира? Наверное, это моя квартира? Кэн бевадай. Да, конечно. Вот. Такие тренировки дадут запоминание на автоматическом уровне. И вам сказать это будет просто быстро, даже если вы на самом начальном уровне изучения иврита. Поэтому просьба тренироваться, не лениться. И тогда будет результат. Всего вам доброго и любите ивриты.